добрый день дорогие друзья скажите пожалуйста как меня слышно кто в эфире уже есть ребята ждем 10 секунд жду ваших ответов слышно меня и видно ли экран спасибо дорогие я вижу что вы нас видите и слышите и так мы начинаем все знают что у каждого человека свои таланты например что касается детских рисунков факт общеизвестный мы взрослеем забываем навыки пропадает тяга к творчеству но у некоторых из нас эта тяга все-таки остается для этого и существуют наши и подобные занятия которые пробуждают человека чтобы он искал свой путь в искусстве сегодня в гостях у андрея кулагина художник известный валерий франчук я не буду его представлять потому что он уже выступает не первый раз а слово чтобы время не тянуть передам художнику прекрасному преподавателю как он сам себя называет брату по искусству валерия франчука это андрей кулагин андрей павлович вы меня слышите включите микрофон вам слово а все вы в эфире я отключаю микрофон свой хорошо дорогие друзья кто нас слышит в прямом эфире и те кто услышит нас в записи я обращаюсь к вам и представляю моего друга и брата по искусству прекрасного прекрасного художника прекрасного человека открытого для вас для всех это человек подвижник который которому не безразлично украинское искусство и искусство вообще как она развивается и лишь поэтому мы начали с ним вот эти встречи нам очень хотелось бы помочь вникнуть в то что происходит в искусстве помочь рассказать о каких-то стилях и направлениях помочь что-то вам дорогие друзья если это возможно оседлать для того чтобы вы смогли в дальнейшем пользоваться какими-то приемами возможно мой или валерин прием вам покажется недоскональным и что-то вы найдете в них не так в этих приемах но вы знаете есть вещи когда называется подспудно происходят дела которые толкаются вы не знаете чем как ветер приходит вы видели у нас эти приемы и вдруг на основе их появится какой-то третий это будет ваш прием но произойдет это я уверяю вас не сегодня и не завтра в искусстве всегда количество переходит в качество и насколько вы будете трудолюбивы насколько вы будете беззаветно искренне любить искусство и насколько вы будете любить искусство в себе а не себя в искусстве настолько оно будет раскрываться мои ученики иногда буквально в пятницу одна ученица сделала неплохую работу сидит и крутит ее в руках я говорю что ты ее крутишь она говорит смотрю где лучше подпись поставить я говорю ты посмотри где у меня подпись она не так что не ставить я ну я не знаю она отставила свою работу вы знаете не важно в каком углу вы поставите подпись важно в какой угол в истории искусства поставят вас и я уверяю вас что с помощью Валерия Франчука вы сможете найти если даже не физические какие-то движения которые он вам продемонстрирует и расскажет о композиции то психологический настрой на ту духовную и творческую волну которую этот человек распространяет среди всех кто с ним соприкасается я желаю вам большой внимательности открытости и любви друг к другу благодаря которым ваша душа откроется и ваши такие духовные шлюзы начнут впитывать все то чего чего этот замечательный человек с такой любовью захочет вам отдать и поделиться просто так потому что он любит вас заочно счастлива вам просмотр замечательный и всего хорошего будьте здоровы Валера принимай эстафету спасибо будем принимать здравствуйте уважаемые друзья добрый день мой друг и брат по искусству Андрей я благодарю за те слова которые ты всегда сердечно говоришь о моих моих каких-то мыслях на холсте дорогие друзья вы знаете если бы не Андрей Кулагин я бы может быть даже и не решился на этот разговор с вами вы знаете какой это прекрасный художник это гениальный преподаватель и живописец который владеет во всех областях искусства во всех технических приемах искусства он прекрасный мастер живописи он великолепно чувствует портрет человека и передает его одним движением линии рисунком он прекрасный пейзажист какие его живописные пленерные и творческие работы такие у него пастели такие у него мысли на полотне мне приятно Андрей с тобой жить вместе работать и чувствовать плечо такого великолепного мастера потому что ты передаешь уроки своей жизни многотрудной великой жизни мы не молодые художники мы прошли в жизни что-то и знаем как безусловно у нас у каждого есть свои какие-то подходы мы их вырабатывали не одним годом на протяжении многих десятилетий и поэтому конечно не всем как ты правильно сказал может подойти наша манера наши технические приемы но в то же время я тебе скажу дорогой мой друг и вы уважаемые коллеги художники любители искусства которые сейчас с нами и слушают мой разговор посмотрите вдумайтесь в те технические приемы которые я немножко вам покажу потому что их у меня много и по мере нашей встречи мы я думаю будем и дальше как-то расширять наши горизонты представляя вот те и другие приемы как я работаю что такое вообще тот инструмент которым я работаю и его применение в композиции в значении цвета именно городском пейзаже потому что мы сейчас говорим о пейзаже городского какого-то настроения души города старого города молодого города вообще архитектурная это лицо каждой каждой улицы я например скажу что Киев где я работаю и живу это для меня счастье видеть каждый день вот этот старый подол вот те булочки которые начинали большую историю нашего Киева Киев знанный и во всем мире как центр не только искусства но и больших архитектурных ансамблей взять например в предыдущем вебинаре мы говорили о Софийском соборе о печерской лаве что стало сказано это это мирового значения архитектурные ансамбли сегодня значение цвета и композиции в городском пейзаже для для меня есть какой-то каким-то кодом потому что я много много работал над архитектурными композициями не просто как передать архитектурное строение оно для меня есть только каким-то каркасом я же как художник я вижу я вижу в городском пейзаже душу того или иного места и для меня даже не важно как бы правильное архитектурное построение потому что я переламываю тот свет времени время и стараюсь как-то по-своему даже может быть немножко и даже может быть временами и очень сильно нарушая композиционный архитектурный строй того иного для достижения знаете вот для достижения художественности моего видения того иного объекта моего работы моей вот поэтому если вы увидите в моих работах которые я вам буду рассказывать некоторые на ваш взгляд нарушения композиционного строя или с лами архитектурных как бы золотых сечений я прошу не ругать строго я не переподаю сейчас урок правильности наложения архитектурных линий и того правильного построения архитектурного проекта это не архитектурных проект это мое то этих может быть на первый взгляд и нарушениях стараюсь для вас показать именно основную красоту того или иного задума художника поэтому когда есть уже задан какой-то для себя объект и я стараюсь в выборе композиционного решения найти для себя то самое главное и самое важное на мой взгляд на мой взгляд на ваш взгляд может вы увидите в нем совершенно с другой стороны какой-то вот важный важный центр важное сердечное какое-то напряжение городском пейзаже в конкретном образе а я же стараюсь через выбор композиционного решения через построение основного содержания найти для себя чтобы мне было интересно и когда я буду вам показывать некоторые свои работы над которыми я работ ну которые я делал в этой в этом в этом большом цикле работ архитектурных композиций я вам расскажу почему я переламывал тот или иной цвет вот смотрите на примере Белгород-Днестровской трепости это прекрасное здание сейчас находится в не очень таком как бы монументальном решении по натуре но мне когда я увидел его со стороны залива я я понял что вот это мощь мощь стен этих крепостных это башня которая как человек воин защитник этой земли стоит на самом высоком как бы уровне композиции построения я его поставил как бы вход вот мы входим с правой стороны снизу по воде и скользим по правом блоке вот этих крепостных стен и выходим на самую верхушку башни вот для меня это было как бы основой я нашел для себя этот угол крепости белороднестровской и даже расширяя правую и левую часть они не ровно вертикально а немножко с наклоном и снизу расширяющиеся идут вверх как бы к солнцу замикая вот это пространство неба воды и земли с этой монументальной просто великолепной великолепным построением вот вот что для меня было важно ну и цвет здесь играл у меня очень может быть даже основную роль потому что оно играло на солнце каким-то золотистым вот таким оттенком переливаясь и вот эти цвета серо-зеленые охристые оранжевые даже в некоторых местах я ставил акцентируя внимание на основном объекте они как бы таким деревьям даже эти осенние деревья и крыши небольших домиков которые там на берегу стоят они как бы есть вот этим ну таким знаете веноч веночком который как бы на этом веночке расположилась вот это прекрасное здание которое меня поразило я давно собирался потому что знал из истории истории Украины что эта крепость всегда была аркфорпостом от всяких чужих чужинцев и поэтому для меня вот это было очень важно теперь переходим мы вторая второй рисунок ну вторая картина второе композиционное построение вот здесь вы уже больше увидите то что я вам говорю в начале это верхний замок мукачевского верхний верхняя часть мукачевского замка вот почему верхняя потому что верхний замок мукачева очень многоярусный как бы там есть нижняя часть и есть въездная дорога к верхнему замку и для меня очень было важно увидеть через эти войницы через эти фортификационные построения основы замка потому что эти войницы они как бы то же самое видите что меня интересует здесь вот меня интересует композиция правая и левая часть она даже левая часть даже вышла за рамы рамы холста для меня неважно было его нарушать потому что для композиции мне нужно было поставить правую сторону и срез этого правого числа правой стороны здания которые в таком охристо золотистом цвете оно как бы держит весь правый центр мне мне важно вот это найти центр правой части а уже левая часть картины она с этими окнами она как бы содержит содержит в себе вот эту ось архитектуры внизу наш ровный но я же здесь тоже иду снизу вверх как бы направляя вот эту вот эту ось своего своей мысли что мне в этой в этом композиционном решении этой крепости было приятно что она так расположилась снова опять же таки это моё видение я не предлагаю вам ломать или резать архитектуру каких-то домов вы сначала попробуйте правильно построить и я скажу что жена андрея кулагина госпожа оля она очень скрупулезно рассказала об этом архитектурном варианте как правильно и что я же подминая композицию ну может быть даже не подминая а как бы выбирая то основное для меня стараюсь стараюсь достичь вот от того нерва и по интуиции я чувствую нерва того иного здания сейчас мы рассматриваем вид на дальние печеры киевской лавры это всемирная известная и духовная и я скажу что архитектурная изюминка не только Украины не только европейской части а всего мира потому что на этом месте когда то в дальние времена была заложена вот такая большая христианская обитель духа здесь лежат вспочивают многие светила многие те которые невзирая никакие века поднимали эту большую и важную часть жизни человеческой поэтому как здесь построено вот здесь я уже старался как бы найти вертикаль основной основной части дальних печер киевско-печерской лавры вот они у меня как бы начиная с центра с правого центра от здания Хрестово-Звиженского Хрестово-Звиженского церкви идут прямо вверх а потом же правый правый деревьев у нас застроен прекрасными ансамблями современными и вот сочетание из вот этой древностью золотой и с этой юностью которая также подчеркивает Днепром а вот горизонталь левая часть выше деревьев это Днепр это наша мучая река которая соединяет левый и правый берег и соединяет тем самым наши мысли деревья которые я построил здесь не для того чтобы приукрасить какую-то недостающуюся часть а для того чтобы вплести в эту гармонию камня металла бетона вести вот эту жизнь живое дерево они у меня похожи и на человеческие фигуры потому что если вникнуть и всмотреться в нижнюю часть они там присутствуют эти души души людей которые поднимали эту святыню православной веры и давали возможность как бы сосредотачиваясь на жизни мирской и жизни духовной соединять в себе вот эти две большие величины но здесь три величины здесь есть земля опять же и есть депр который как бы и соединяет эти две части и здесь есть небеса небеса которые держат вот это три единое сочетание и архитектуры и неба и воды и земли и на ввело для меня основную основную композиционную линию на которой я строил эту прекрасную композицию вот мы перешли к рижскому замку рижской архитектуре я здесь вообще нарушил как бы для архитектора много чего но в построении и гармоническом цветовом создании этой прекрасной прекрасного этого архитектурного ансамбля старой риги а я там был с выставкой своих картин и вот уже это по моих впечатлениях по моих похождениях потому что я поднимался очень рано именно было важно и как утро как сонечко подсвечивает потом как день идет и как расцветают и в то же время переломнение цветов вот мы здесь видим немного цветов есть холодные теплые такие сиреневые даже есть если всмотреться в них очень для меня было важно какая композиция вот центральная часть левая и правая видите ли правая башня она хотя и уменьшена в ну как бы в формате да формате картины и срезает верхнюю часть но она цветом своим вот и светом белым в сочетании фиолетово синими тонами соседнего домика который как бы противоположность вот этой световой гамме и в той же часть оранжево-красным крышам которые как бы вскользь вошли в эту композицию но я поддержал их несколькими фигурками снизу и закрыл как бы общую композицию она у меня идет начиная с правой стороны входом маленькой белой фигурки снизу которая входит туда в этот мир прекрасный и для того чтобы подчеркнуть что это только небольшая часть я срезаю правую сторону дома который стоит возле этого замка рижского и даю возможность опять же таки нарушая правильность архитектуры но соблюдая основные черты и великолепные строения этого замка я делаю срез верхний срез видите вот правая часть башни она открыта она есть величие величие этого замка она у меня не помещается в композицию и я специально его нарушаю для того чтобы ну потому что верхняя часть центральной оси вот вот этого строения сиреневого она не имеет завершения как бы но она для меня в этом варианте и есть окончательной и для меня было важно как бы вот эти три композиции задняя часть вот там вдали проглядывает небольшой такой срез верхушки замка и как бы опускает руку и глаза человека вниз заключая коммуникационное решение этого здания дванадцатого века и князя ярославе мудром было устроено это великолепие которое дает для человека который подходит к этому собору я это не один раз на своей душе на своем сердце прочувствовал понимаете вы вырастаете в своих каких-то вот этих мыслях подходя все ближе ближе к этому она высокое здание где-то 65 метров высотой а самая самая колокольня она где-то еще больше кажется 90 метров здесь нет колокольни я просто взял почему всенощная потому что это праздник великолепный праздник Рождества не Рождества а воскресения Христового и для меня было важно посмотреть через ночное озарение этих колоколов этих деревьев и вот этого свечения всего храма как бы показать его вечность и праздничность события Валера это же из вашего мастер-класса или это другая это я же говорю что я не один раз подходил и каждый раз по-своему как-то по-иному я видел этот собор в мастер-классе там еще одно видение этого храма вот для меня очень важно каждый раз по-иному я как бы углубляюсь каждый раз в эту тему и я нахожу для себя решения и их стараюсь показать на это интересно сколько тут цветов краски вы использовали но здесь монохромное исполнение я скажу откровенно здесь три может быть добавляя охру взять желтую среднюю взять глуаконит и зеленую и коричневая с охрой золотистой вот эти цвета которые я применял это монохромные на первый взгляд но для меня очень дорогая работа потому что это из моей родной хмельницкой области есть такое село сутковцы и там находится церковь крепость покровская церковь крепость почему церковь крепость потому что она видите ли по всей по всему периметру построения этого здания стоят бойницы бойницы которые верхние окна да верхние окна там даже можно было поставить и пушки и она не один раз была не только зданием верующего человека который приходил чтобы облегчить свою участь или найти какое-то спасение в вере а в тот же час и находили спасение от вражеских атак поэтому для меня эта церковь есть еще и каким-то оберегом вот моей малой отчизны я ее очень люблю и всегда просматривая свои старые работы это работа 2003 года вот уже прошло вот смотрите почти 12 лет как я ее создал для меня она очень дорогая и здесь в этой композиции я что-то искал как бы центр это как бы мать а правая и левая часть это как сыновья которые и идут за за матерью и родину и в тот же час охраняет ее с двух сторон хотя она крестообразная она с четырех сторон там вдали видно видны два повторения правой и левой части бойницы башни башни извините в данной ситуации вы не нарушили композиционные классические вещи она да она но посмотрите правую часть она тоже снизу идет шире а вверх поднимается я срезаю угол да да я срезаю центральная часть почти не нарушена конусом да 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 конусообразного сверху снизу вверх ну для меня этот прием чем-то очень я как бы ну монументальную нахожу какую-то струнку в этом данном хотя оно монументально и без всяких там нарушений в пропорциях пропорции стараюсь не нарушать насколько позволяет вот то самое значение композиции и значение цвета вот замечательная вещь да это костел святого николая в киеве фактический 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 костел это там великолепный орган да где находится прекрасный орган где проводятся кроме религиозных служений проходят великолепные концерты органной камерной музыки здесь выступают выступали многие известнейшие музыканты композиторы которые которые предают предавали и будут надеюсь еще не одно столетие тысячелетия потому что если смотреть на это здание оно как бы сливается с природой хотя оно как бы стрелой идет в небо и может быть даже где-то с правой и с левой стороны я даже здесь не показывал какие там здания идут дальше они оно оно вырывается из этой архитектурной городской среды своим великолепием и построением для меня же было важно потому что вот это как раз картину я рисовал делал рисунок когда шел небольшой дождик и как бы оно было все в таком каком-то нежном может быть даже дымке в такой дымке и для того чтобы передать это это здание и и Какой-то фрагментик нижней части, где можно даже... Воспроизвести вы хотите? Да, я просто хочу несколькими движениями показать, как я начинал, через какое начало, через какую прописку, и как потом я заканчивал эту работу. Валера, а вот пока вы готовитесь, уважаемые друзья, я хотел бы спросить, у меня в голове мысль крутится, скажите, к какому направлению живописи относятся? Реализмом можно это назвать? Ну, безусловно, это же реальное здание, оно и... У вас определено направление, допустим, или это независимо, шпахер, кисть, мелок, это вот... Каждый человек может взять, что у него есть. Я не как бы регламентирую сейчас, что вот берите этот шпатель, и за мной берите краску и проводите эту линию. Вы сможете потом воспроизвести и посмотреть не один раз приемами, провести снизу вверх, сверху вниз, потому что здесь не одним движением, а здесь несколько идет слоений, ну, наслоений краски. Первая прописка отошла светлые, которые я просто делал как бы основу, основу здания, основу этого великолепия архитектурного. А потом уже, исходя из того, как я задумал общую композицию, я для себя решал и технические задачи. Они решимы. И пастелью, и рисунком можно воспроизвести это здание, этот костел. И в то же время можно попробовать, ну, взять, пошалить немножко шпателем этим металлическим инструментом. Мне это графику почему-то напоминает, да? Ну, пускай будет графика для вас, для меня это живопись, при том живопись очень тонкая, колористически. Да, безусловно, я здесь не делал как бы многослойные цветовые напряжения. Я постарался вот через этот дождик, который идет с небес и как бы умывает, умывает это прекрасное здание. Оно как бы все шевелится, оно как бы все растет из земли. И вот для меня это было самое важное. Уважаемые друзья, пока Валерий готовится, раскладывается, я бы хотел вам задать вопрос. Скажите, вот вы посмотрели 6-7 работ. Интересная техника для вас. Слово по два напишите в чате, мы минут 10 ждем. Мы секунд 10 ждем. А я пока с правой стороны представляю вам, показываю баннер, где Валерий представил три мастер-класса своих. Кому будет интересно, проще. Я хотела, чтобы Эрфурт показали. Там другие, другой совсем подход, интересный, реалистичный. Ну что, Валера, вы готовы? Да, ну, мы готовы. Сейчас я включаю вас. Давайте мы настроим. Видно, значит. Значит, я буду работать сейчас над правой стороны. Значит, для того, чтобы я сказал, что мы будем прокладывать. Вот я беру шпатель. Это просто будет как фрагмент небольшой. Мне нужно закрыть шпателем вот это пространство. Я потом сверху... Я буду сразу делать всю, как бы, проработку. Вот это мы... Вы считаете, что это уже есть у меня первая прокладка. Почему я не закладываю всю, как бы, всю пространство? Для меня не важно. Вот здесь есть и серая, и охристая часть. И сразу же я смогу, как бы, по-серому, не ожидая, пока подсохнет первый слой, я беру глуаконит. Это очень прекрасная краска, которая подходит и к теплым, и холодным цветам, дополняет, делает какой-то глубокой, но не зеленой и не черной. Я вам на первой сессии, на первом вебинаре, я рассказал, что я очень мало работаю с черными красками. Валера, я почти их не применяю. Я извиняюсь, а вы вот можете два слова сказать? Вот на чем вы рисуете? Что это за материал у вас? Это картон. Это картон. Обычный грунтованный картон. Ну, как говорят, ДВП. С какой стороны? Орудие, она чешавая? Нет, со стороны гладкой. Да, со стороны гладкой. Я работаю и с картоном зернистым, и на холсте в большинстве работаю. Но для того, чтобы сейчас показать вот этот пример, давайте я сделаю еще один-два движения большим шпателем, чтобы потом маленьким, как бы сделать вот то, о чем я вам говорю. Но я все равно вас буду перебивать. Да, пожалуйста. Лида спрашивает, а в последних картинах художник не ставил задачу показать, какое время суток освещения? Я так понимаю, что это про собор последний был, да? С дождем. Да, наверное, да. Прямо на кулах. Вы поняли вопрос? Вы ставили задачу показать время суток освещения? Это домский собор, да? Не домский, а вот в Киеве органной музыки. Николай. А, так почему же не ставил? Ну, вы посмотрите, какая там прекрасная цветовая гамма. Она настолько глубокая для меня, настолько интересная, что даже в этих нескольких цветах, потому что там есть и холодные, и есть и теплые, есть и охристые. Но они настолько перемешаны в себе, настолько как бы вошли в общую... Время суток. Время суток какое? Это безвременнее, потому что... Ну, какое время суток. С космосом. Я никогда в таких как бы работах, если только меня не интересует вот в цветовой гамме вот это утро или это вечер, а это в самом деле это душа, образ этого прекрасного костела. Вот, вот что для меня было важно. Вот видите, вот здесь две, как бы, две протяжки глауканитом, которые я сейчас еще немножко напряжением вот шпателя сделаю вот таким... Вот в чем дело? В том-то и смысл работы над этой композицией, что я, смешивая первый слой со вторым слоем, я потом вот этим маленьким шпателем я делаю для себя... Вот, например, мы берем объем, который идет выше, вот, с левой стороны. Вот я беру и, вот видите, вот протяжкой... Вот, вот, вот... Другой закрываете не нужно. Да, ну, закрывать... Вот так, и я уже нашел вот здесь, вот здесь вот пошло верхняя часть, верхняя. А ниже, они же у меня пошли вот эти нагромождения готических. Вот, видите, как одной линией, одним движением уже настраивается. И правая часть окошка вот открывается. Вот, и вот верхняя часть открывается. Вот, вот уже намечается какой-то и нижняя часть вот входа у храма. Вот, видите, я одним движением и открыл нижнюю часть вот входа. И даже поставлю вам маленького человечка, который вошел в этот храм. Потому что для меня, вот, 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 что значит этот прием шпателем. Вот, там вы видите, справа, в центре, внизу, два, две фигуры человека. Выше идет объем вот этой верхней части, вот, которая готическая пошла вверх. Она переламывается вот такими потом рисующими. А здесь уже с правой стороны уже, вот, вы видите, деревья. Вот, деревья уже, видите. Одним движением шпателя я уже накладываю, вот, и деревья пошли. Вот, с левой и с правой стороны. Это только тот прием, который дает мне начало картины. Потом же, когда я, вот, подхожу к верхней части, там, значит, у нас небо и вот эти два прекрасных левой и правой части костела. Да, вот, и поэтому я беру, вот, немножко белил, немножко, вот, это будет сейчас левая часть. Я беру, немножко, глухо, и делаю, делаю, делаю вот то, что как раз есть верхней частью. Вот, горизонтально протягиваю небо, одним движением. Даже здесь не нужно будет много, оно почти не видно, может быть, вам, но оно здесь присутствует, оно здесь есть. Это первая прописка. И вторая прописка, когда уже и идет сам рисунок, когда я строю вот это здание. Вот первая часть. Вот. И вторая сторона, левая часть его. И когда прорисовывается, и сейчас еще одним движением мы нарисуем нижнюю часть вот этого здания. Вот, общая, значит, общая идет, вот, левая, правая часть, средняя часть, которая поднимается, вот. Вот что позволяет сделать этот, на первый взгляд, такой угрюмый, неприятный инструмент. Почти всю композицию. А потом уже прорабатывая, можно даже взять я фрагментом, здесь покажу, как я прорабатываю. Можно поднести поближе. Вот, видите, почти, почти уже первая прописка и сделана. И тогда уже, когда начинается работа над фрагментами здания, над его рисунком, тогда уже идёт. Вот, вот это два приёма, два приёма, как нижняя часть, и с пропиской тёплых и тонового калета, потому что он где-то на сочетании тёплый и холодный. И верхняя часть, с пропиской всей композиции здания костёла святого Николая. Вот, я решаю эту для себя задачу. Ну, попробуйте, дорогие друзья. Возьмите, сделайте, протяните несколько плашмя пастелью, или возьмите соус или уголь прессованный, и попробуйте точно так, как я вот сейчас взял шпателем, протянуть линию снизу вверх, и потом вы сразу увидите, как у вас намечаются некоторые интересные детали того или иного архитектурного сооружения. Конечно, это мои, как бы, мои, как их назвать, мои процедуры, не процедуры, мои искания, мои навыки и наработки. Ну, а вы должны найти своё. Обязательно найдёте, если будете пробовать, если будете искать, если будете по-своему видеть ту или иную заинтересовавшуюся вам технику. Я думаю, друзья, если вы освоите хотя бы некоторые приёмы, которыми владеет и делится Валерий Франчук, то непонятно, во что это может выльется ещё. Вы можете найдёте что-то своё, что-то индивидуальное. Надо творить, надо пробовать. Безусловно, если сидеть и смотреть и взять в руки какой-то технический инструмент и попробовать сделать, тогда ничего не будет. Вы будете просто смотреть и бояться. Конечно, страшновато испортить вот тот холст или тот картон. Да, ничего вы не испортите. Вы, наоборот, найдёте там что-то такое, что у вас настолько смелость появится в ваших мыслях, в вашем сердце, в ваших руках, что на завтра вы смотрите спокойно и без всяких мыслей, что у меня опять что-то не то выйдет. Сделайте прекрасные произведения. Обязательно сделайте. Дорогие друзья, а поэтому я напоминаю вам, что в правом верхнем углу появился баннер, в котором предложение три мастер-класса Валерия Франчука, чтобы ближе ознакомиться. Кто не успел приобрести на предыдущем вебинаре, ласково просим. Я также напоминаю, что акция АМК-студия в честь дня рождения Андрея Павловича Кулагина подходит к концу. То есть до 27-го числа. Баннер отключается. Хочу сказать по поводу Валерия Франчука. На сайте под вашим экраном я написал сайт студии живописи Кулагина, сайт АМК-студия, ссылка кликабельная. Там вы найдете две замечательных статьи, во-первых, которые мы выставили недавно. И там же приложена небольшая галерея работ Валерия Франчука. Также, допустим, ребята спрашивали, просто раз мы ссылку кидали. Но я там же на сайте определю, хотя Google рулит. Валерий Франчук, художник Валерий Франчук, именно его сайт. Там несметное количество работ. Но это все в шпателе, я так понимаю, да? Да. То есть в разных... Мне язык хочется поворачиваться в разных стилях, хотя стиль один и тот же. Это был шпатель с строительными. Это афросклей. Просто размеры шпателя разные. Если вам интересна сегодняшняя беседа... Приемы разные. И что разные? Приемы разные, использование цвета, компонент. Ну для меня сейчас это тоже, я только стал изучать эти все вещи. Использование, да. Приемы разные. Мы их будем заниматься. Надеюсь, что Валерий Франчук не последний раз у нас в гостях. А, допустим, на осень мы подготовим еще более оригинальные вещи, которые связаны с творчеством, но не с живописием. Практически. Практически. Он талантлив во всем. Я, допустим, как познакомился с ним, захожу к нему в мастерскую. Скажи следы ведь творчества. Мы не будем сейчас раскрывать тайну. Поэтому я подготовлю, посмотрю. Хотя, наверное, на сайте у вас это можно найти, да? Да. Ну, значит, тайной не будет. А какая может быть тайна здесь? Ну, интрига я имею в виду. Интрига тайна. Так, Валерий, повторите, пожалуйста, название красок, используемых вами. Значит, охра светлая. Вот, охра золотистая была. И глауконит. Глауконит. Это такая земельно-зеленая краска. Я ее очень люблю и с ней много работаю. Я не применяю сажу газовую вообще. Вот. Вместо нее я делаю вот такими красками свои произведения. А я вот хотел, чтобы вы прокомментировали Геннадия Душкевича. Данная техника, по сути, не отличается от техники мастихином живописи. Та же спонтанная и непредсказуемость. Хотя, смотря на работу Валерия, не обращаешь внимания. У вас есть спонтанность и непредсказуемость? Или вы видите работу заранее? Нет, вы понимаете, дело в чем? Дело в том, что можно взять шпатель в руки и что-то начинать мазать, не думая, что там в голове. Прежде всего, я задаю себе какую-то идею. И ее стараюсь реализовать уже этим приемом. А так просто, чтобы мазать по холсту, ну, у меня просто... Я не того возраста, чтобы где-то себя каким-то образом по-детски вести. Я работаю над конкретными, заданными себе или другими людьми композиционными решениями. А уже технический мой инструмент, это выработанный, но за три десятилетия почти уже есть инструмент. Что ж, дорогие друзья, спасибо, Валерий. Мы завершаем наше сегодня. Видите, так все получилось технически хорошо. Хотя я на сайте, на АМК-студию хотел поставить трансляцию для ребят с айфонами. Но что-то не... Я знаю, что не получилось, потому что я ставил со своего аккаунта, а тут получилось с фрончуковского аккаунта. Ну, может быть, поэтому стрыв произошел. Но это у меня был жест такой попробовать, чтобы люди, кто жалуются на то, что не могут войти в гугловский YouTube, не показывают. Ну, в принципе, на сегодня все. Я хочу просто напомнить, что те ребята, кто уже получил от меня ссылки «Атмосферный свет», который под акцией, я добавил туда бонусную работу. Заходите по той же самой ссылке. Хотя я вам письма отправил. А баннер, баннер Валерия, действительно, сколько времени? Баннер действительно, Валерия... Ну, пока аккаунт не закроется. Вот вы заходите по этой же самой ссылке. Это будет до 2 июля. И баннер там будет висеть. Ничего я менять не буду. То есть просто аккаунт вебинарной комнаты закончится. Ну, тут мы... Валеру мы не подписывали под акцию, потому что у меня у Валера день рождения. Но, тем не менее, Валера дал добро. Мы первый вступительный наш бонусный мастер-класс, мы его включили туда. Пусть на меня наши партнеры не обижаются. Вроде бы мы все в корректной форме сделали. Поэтому вот такие дела. Я надеюсь, что Валера Франчук еще будет присутствовать. Мы по времени посмотрим. Я имею в виду, в июне. Но нас ожидает встреча с Андреем Кулагиным. Фигуративная живопись. Мы спланируем. Подписчикам мы... Может быть, мы и Валеру туда подключим, чтобы он... Образы людей. Ну, если по времени мы согласуем все это дело, потому что трудно их совместить. Я попросил и так сегодня Кулагина, чтобы он задержался. Потому что он уберял. И будет еще пару человек. Надеюсь, они успеют. Я это заранее объявлял. Сейчас не буду говорить, потому что у меня сомнения берут, получится ли. Но все по теме городской пейзаж. Спасибо вам, друзья. Пишите, пожалуйста, отзывы. Нам очень интересно, как вы воспринимаете технику Валерия Проличука. Спасибо, что были с нами. Читайте письма. Я предупрежу на сайте, в группах о следующем занятии. Будьте здоровы, берегите себя. И творческих вам успехов.